Добрый день. Спасибо Нурбеку за эту инициативу. Я напоминаю, что меня зовут Екатерина Адарченко. Я политический консультант, член Международной ассоциации политических консультантов, ассоциации говермент-специалистов и лоббистов. И также автор книги бестселлера по итогам продаж «Игра в выборы». И сегодня мы делаем очередную лекцию из серии лекций о выборах, которую, собственно, запросили у нас коллеги из Казахстана, Кыргызстана. И, кстати, сейчас Болгарии присоединились, потому что эти страны переживают достаточно такой сложный переходной период, период выхода от, в том числе, российских методов и российских политических коммуникаций и перехода к западному типу коммуникаций. И сегодняшняя тема, которую поднял Нурбек, и тема, о которой мне писали в социальных сетях, это тема борьбы с административным ресурсом в день выборов. И я напоминаю, что, как бы так, как у нас большая разница во времени, прошу прощения, я могу делать только там, ну, свободное время по Вашингтону, но уделять 40 минут где-то в неделю таким лекциям. Можете найти все записи не только этой, но и предыдущих наших тем о организации штаба, о бюджете избирательной кампании, о партийном строительстве на YouTube-канале C-Group и также в социальных сетях C-Group, SIC Group пишется, и Екатерина Адарченко. Там есть лекции на украинском, в моем родном языке, на русском для постсоветских стран и также на английском, то, что касается Government Relations, лоббизма и других наших лекций по развитию этой категории. Поэтому тогда кратко, собственно, перейдем к теме. И наша тема – это, собственно, борьба с административным ресурсом. Я подготовила такую краткую презентацию, изначально, чтобы поговорить, что такое административный ресурс. То есть как вообще может проявляться административный ресурс в странах, которые выходят из такой советской модели, и как власть обычно пытается повлиять на выборы. Давайте рассмотрим сначала, категоризируем, о чем идет речь, и потом будем говорить, собственно, о том, как с этим бороться. Так, сейчас тут есть вопрос. Вопрос, вопрос. Не слышно. Не слышно. Ну, у меня все работает. Я в Wi-Fi. Раз-раз напишите, пожалуйста. Нурбек, слышно или нет? Хорошо. Хорошо. Тогда, если я выключу трансляцию, наверное, может лучше будет. Да, давайте тогда пройдемся по презентации и посмотрим все-таки категории административного ресурса. Итак, в данном случае у нас есть несколько методов, как власть влияет на другие партии. И первое, это как бы нарезка округов. То есть очень часто власть, когда хочет повлиять на выборы, она нарезает округа под себя. То есть, ну, значит, для чего это делается? Это делается для того, что если, ну, допустим, там, кандидат от оппозиции работал по Астане, допустим, да, по какой-то части Астаны, можно перед выборами просто перерезать округа, и получается, что тогда округ будет уже не Астана, а, допустим, там Астана и часть, ну, там, сельской местности возле города. И, соответственно, если власть будет там подкупать избирателей или влиять на административный ресурс, то кандидату, который до этого работал на этой территории, просто не выиграть, потому что он там пять лет работал на определенной территории, и потом эту территорию поменяли. Поэтому непосредственно нарезка, поэтому непосредственно нарезка округовый, вот, ну, как бы такие методы, методы влияния, они очень характерны для наших стран. Есть более такие радикальные методы давления, которые используют, допустим, изменения конституций. И мы видели это в Туркменистане, Таджикистане, в принципе, отчасти в Казахстане, то есть это когда, ну, полностью меняются, полностью меняется, как бы, структура выборов, допустим, с пропорциональной на мажоритарную или наоборот. Или меняются сроки, или меняются сроки, допустим, там, сколько раз может избираться президент. Или меняются, не знаю, там, какие-то принципы подачи документов в избирательную комиссию. То есть очень много таких нюансов, которые, ну, можно менять на уровне, ну, нормативно-правовой базы или на уровне Конституции. К сожалению, тоже это, ну, как бы в наших странах присутствует, и тут, ну, очень четко надо понимать, что с этими факторами необходимо, с этими факторами необходимо бороться. Так, далее мы переходим к дате выборов, как элементу административного ресурса. То есть, снова же, выборы обычно проходят весной или осенью, когда, ну, большинство людей находится дома, находится в рабочем процессе, не в отпусках, не на дачах, и могут прийти проголосовать. Снова же, сама дата выборов может быть весьма, ну, таким дискуссионным вопросом, и в некоторых странах власть, которая использует административный ресурс, просто в ручном режиме назначает дату выборов на лето, допустим. Да, летом, ну, пожилые люди часто ездят на дачи, молодые люди тоже не находятся по месту прописки и так далее, и так далее. Поэтому мы, ну, как бы тут абсолютно четко можем сказать, что дата выборов – это тоже, ну, как бы фактор административного ресурса. Далее, в принципе, классический метод, к сожалению, особенно в странах, которые тяжеют к авторитаризму – это давление через силовые структуры. То есть это когда еще до выборов или в процессе выборов власть использует давление и, допустим, как бы определенных, на определенных предпринимателей, которые поддерживают оппозиционные политические силы, заводят уголовные дела, да, либо же, допустим, давят на членов штаба, на политтехнолога, именно, ну, таким классическим силовым образом. То есть это присутствует и в формате там, когда, ну, какие-то частные силовые структуры угрожают непосредственно, так и каких-то фейковых уголовных дел и так далее, и так далее. Ну, допустим, наша семья тоже это переживала, когда мне отец выступал и даже подавал в суд на бывшего президента Януковича, он был таким прорусским президентом в Украине в свое время, то, безусловно, ну, как бы власть заводила уголовные дела. То есть я могу сказать, ну, на своем примере, да, ну, непосредственно, как это, ну, как бы, как это все может выглядеть. Так, дальше, конечно, давление на прессу. То есть, снова же, к сожалению, страны, ну, с которыми мы сейчас говорим, то есть и Казахстан, и особенно Туркменистан, Таджикистан, имеют, ну, не самые лучшие показатели, имеют не самые лучшие показатели в аспекте свободы прессы. Поэтому давление на прессу тоже является предметом административного ресурса. Ну, наверное, вы также видели, что сейчас перед выборами даже оппозиционные политические партии в Казахстане, они, ну, не могут в прессе размещать, и пресса не интересуется их позицией, которая крайне критичная. То есть они могут критиковать какие-то отдельные факторы, но они не критикуют власть как таковую. В принципе, конечно, это тоже пример типичного давления на прессу административным ресурсом. Конечно, есть более грубые методы давления, как в авторитарной Беларуси, когда, ну, пресса просто закрывается, да, и, ну, тот же пример, как бы, основателя канала Некста, да, является таким крайним примером, когда, ну, просто на журналистов есть физическая угроза их жизни, да, и, в принципе, сейчас это же происходит и в Грузии по отношению к той прессе, которую пишут о Саакашвили и так далее, и так далее. Монополия медийного пространства, гос- и муниципальные СМИ. ГОС- и муниципальные СМИ. То есть тут, безусловно, снова же, ну, мысль понятна, она связана с прошлым, с прошлым тезисом. Это, ну, как бы давление на прессу, когда есть только государственные каналы, они получают государственное финансирование, люди получают государственную зарплату, и, безусловно, они пишут только позитив о власти. Дальше перейдем к, ну, как бы админресурсу непосредственно в день выборов и, ну, как бы, что происходит в день выборов, когда вот этот массаж, что неважно, как проголосовали, важно, как прочитали, работает. То есть это так называемая карусель и фальсификация. Ну, карусель – это когда выносится бюллетень чистый, человек заносит бюллетень отмеченный, потом следующий человек выносит, выносит бюллетень отмеченный. То есть, к сожалению, у нас работает. И непосредственно в данном случае снова же фальсификации, которые делаются через членов комиссии, то есть вот следующий пункт давления на членов комиссии, они также присутствуют. То есть вот эти все показатели, что люди голосуют за Лукашенко, там 80% показателей, это все пример админресурса и давления как бы на членов комиссии. Игнорирование подкупа – то же самое, то есть когда члены комиссии и силовики просто игнорируют факты прямого подкупа и раздачи денег непосредственно на избирательных участках, то есть это, к сожалению, тоже часто происходит. Или раздача еды, или когда ставят юрту, что-то тоже раздают, еду какую-то – это все непрямой подкуп. И по сути силовые органы должны на это реагировать, но они не реагируют, потому что связаны с властью, и власть это одобряет, или часто власть это в принципе и делает. И, конечно, давление на бюджетников или работы больших предприятий. То есть снова же это система, когда бюджетников заставляют голосовать обычно за партию власти, или за партию, которая сейчас при власти. Или же, если это большое предприятие, допустим, большой промышленный объект, то там просто снова же не выдают заработную плату, пока ты не покажешь, как ты проголосовал. И большие постсоветские предприятия, там работает 50-100 тысяч человек, и часто они живут на одной территории, поэтому этот фактор, к сожалению, снова же присутствует. И собственники этих предприятий – это так называемые олигархи, которые обрели это в результате приватизации, поэтому часто как раз там существует голосование как один за одного кандидата. То есть это основные факторы, как используется административный ресурс. Давайте теперь кратко пройдемся, собственно, по тому, как бороться с этим административным ресурсом. И непосредственно я также смогу ответить на ваши вопросы по этому поводу. Ну, нарезка округов. То есть здесь мы бороться можем только если мы присутствуем в парламенте, мы оппозиционная партия, и мы можем об этом говорить, потому что такие вещи, они происходят, и смена, допустим, избирательной системы происходит через парламент, изменения в конституции обычно голосуются тоже парламентом, поэтому здесь мы как бы как граждане можем просто выходить на демонстрации и протесты, но как бы основа происходит все-таки через парламент. Потом, если мы говорим о давлении на прессу, и мы не имеем доступа к СМИ, ну, здесь ответ очень простой, то есть использовать больше социальные, ну, social media, да, как бы социальные сети, рекламу в интернете. В принципе, снова же я не говорю, что в самых там глубоких селах, аулах очень эффективен микротархетинг, это не так, то есть там эффективно, ну, максимум работа по каким-то там сельским группам, да, и это должны быть действительно лидеры мнения, которые об этом пишут в сельских группах. Но по городам социальные сети вполне эффективны, как бы по городам, ну, в принципе, любой республики, о которой мы говорим, это как бы вполне эффективно, и мы таким образом можем направить усилия туда и бороться с административным ресурсом влияния на прессу. То же самое opinion leaders, то есть лидеры мнения, если у нас есть сеть наших лидеров мнения, то есть вот лидер мнения для мам, вот лидер мнения для ученых, вот лидер мнения для предпринимателей, то снова же люди следят за конкретным лидером мнения, его мнение может быть на газете, его мнение может быть в социальных сетях, этот человек может не находиться в вашей стране из-за политических преследований, но его будут читать, и поэтому это тоже работает. Ну, допустим, Ходорковский не находится в России, но тем не менее он имеет, ну, достаточное влияние на определенную часть, как бы избирателей и лидеров мнений. А теперь о конкретных методах давления на бюджетников. Бюджетники обычно достаточно умные люди, хотя и достаточно боятся потерять свою работу. Плюс в том, что все бюджетники не живут в одном месте, и проконтролировать их голосование практически невозможно. То есть учителя школы номер 31 не живут в одном конкретном доме. Поэтому, в принципе, если мы снова же косвенными методами и в информационной кампании доводим мысль, что нет прямого метода контроля именно, как проголосовал бюджетник, потому что они не живут на одном участке. В принципе, люди часто говорят руководству, что да, да, проголосовали, но потом идут и голосуют так, как считают нужным. Люди, которые делают такое давление или подкуп, они снова же обычно запухивают людей, говорят, что мы знаем, или там просят дать номер бюллетеня. То есть снова же это, ну, как бы все нужно людям рассказывать, что не работает, потому что реально, ну, как бы никто не будет сверять номера бюллетеней, да, и, ну, если мы говорим о том, что там проконтролировать непосредственно явку на участок, да, возможно, это можно сделать, но проконтролировать конкретно голосование среди всех голосов, это невозможно. Более сложная система – это система, когда на больших предприятиях заставляют, собственно, голосовать, и там проблема в том, что обычно сотрудники этих предприятий снова же живут, ну, вот прямо на одном участке. То есть если говорить о больших предприятиях, на которых работает по 50 тысяч человек, они еще с Советского Союза обычно живут в каком-то одном районе и даже в определенных домах. Поэтому, к сожалению, если в этом задействован определенный там бухгалтер предприятия или другие люди, это, ну, достаточно сложно сказать, что не голосуйте, да, здесь нужно это придавать огласки, мобилизировать как раз других избирателей, и, ну, вторым образом снова же, ну, смотреть, как это организовано, то есть если это просто запухивание никаких систем контроля, да, и давления на избирателей со стороны собственника предприятия нет, то, в принципе, снова же проследить это практически невозможно. Часто снова же, если подкуп присутствует в селах, то люди очень ответственные, они берут определенные деньги и действительно, ну, как бы голосуют, потому что они чувствуют ответственность, и они боятся непосредственно, что, ну, будет определенное, как бы, наказание. Но нужно снова же понимать, что люди, которые организовывают подкуп, они не от хорошей жизни берутся быть приходирами, да, и организовывать этот подкуп, и, в принципе, они обычно не питают какой-то любви или даже уважения к кандидату. Это снова же нужно понимать и объяснять сельскому жителю, что, ну, во-первых, почему кандидат делает подкуп, потому что он у вас же украл эти деньги, а сейчас там дает вам 10 долларов на крупу и считает, что это хорошо, то есть формировать, ну, саму ненависть к системе, и второе объясняет, что все-таки это как бы сложно проконтролировать, то есть, условно, берите деньги, но голосуйте по совести. Это действительно работает, я несколько раз в избирательных компаниях такое делала, и особенно если человек или партия начинает делать подкуп там за неделю до выборов, а раньше никогда не появлялось, ничего не делала и была задействована в коррупционных скандалах, то люди в селах, ну, то снова же берут все эти деньги и подарки, но потом идут, голосуют так, как считают нужным, и другая часть избирателей, которая принципиально не берет эти подарки, да, она, ну, как бы еще более активно мобилизуется, потому что не хочет, чтобы на выборах победил, ну, как бы тот кандидат, который, ну, потом у них дальше будет воровать. Снова же в странах, где присутствует смена власти и преемственность, это, ну, немного легче, потому что это, по сути, борьба с, ну, какой-то одной конкретной командой власти, которая потом, там, через два года уже будет не властью. Ну, власть меняется все-таки в Украине, в Болгарии, в Кыргызстане, в Казахстане это немного сложнее, безусловно, но, тем не менее, вы, как бы, идете по пути политической эволюции, поэтому это вполне возможно. Есть также конкретные методы именно противодействия и фиксации, каруселям и фальсификациям, те же видеосъемки, мобильные бригады, работы в день выборов, на работе с международными наблюдателями, но это отдельная тема полевых работ и дня выборов, если хотите, можем о ней отдельно поговорить. И, безусловно, мы здесь, ну, должны понимать, что, ну, люди не будут бороться с админресурсом, а просто как бороться, то есть это всегда более глубокий, такой архетипический сюжет, да, как бы борьбы с системой, и людям нужно показать, что это не просто про выборы, это не просто там про 10 долларов на гречку, это про ваше будущее и где конкретно, ну, как бы, потом своровывается это. Знаете, у меня даже, ну, как бы, есть там много личного опыта, что если этот месседж правильный, то абсолютно без рекламы, органично люди будут распространять, как бы, этот месседж и бороться с системой. Ну, приведу вам пример, допустим, мы здесь в Штатах записали очень простое видео, такое, ну, ничего не стоит, просто там с телефона записано видео о том, как живет учитель в России и как живет учитель в Соединенных Штатах. И это видео посмотрело, ну, можете у меня в Фейсбуке посмотреть, 700 или 800 тысяч человек, просто потому что это понятный месседж, то есть у вас воруют и финансируют убийства, да, и учитель не может еды себе нормально купить, а, ну, в Штатах, где уважают человека, да, и в демократическом мире учитель вполне может купить большой дом и ездить два раза в год отдыхать даже на Багам или в круиз. И это очень понятный эмоциональный месседж, который люди распространяют, но он, по сути, месседж, ну, как бы, о том, что система не идеальна. И то же самое с любой системой подкупа, когда мы говорим, что этот, допустим, там, бывший чиновник наворовал, а теперь раздает вам по 10 долларов, это неуважение, проголосуйте за кандидата, который вот там уже сделал, вот его знания, вот его опыт, это вполне работает. И даже, ну, вот мы выигрывали с очень скромными бюджетами те компании, где, ну, порядка двух миллионов на округ было выделено на прямой подкуп. То есть подкуп, подарки, там, детские площадки и так далее, и так далее. Поэтому это не просто теория, это вполне, ну, как бы, понятные вещи, которые мы использовали на своей практике. Я могу ответить на, то есть это, как бы, основная информация, вот также информация про мои социальные сети. Пожалуйста, предлагайте темы, задавайте вопросы, и я могу ответить на ваши вопросы. Возможно, Нурбеку вы предложили эту тему, возможно, у вас есть какие-то дополнительные вопросы на сегодня. Можете описать их в чат, можете описать их, ну, задать их голосом. У меня еще есть минут 15 для того, чтобы пообщаться с вами. И я сразу сделаю также анонс о том, что мы встречаемся 7 числа в Национальном пресс-клубе для того, чтобы обсудить смежную отрасль с отраслью политического консалтинга. Это отрасль Government Relations и Lobbyzma. Поэтому, кто еще не знает о этом мероприятии, на сайте EGAP.net есть информация, или напишите мне, как бы, буду рада вас пригласить. Если не работает микрофон, пожалуйста, можете написать вопросы, если они есть, вот, и также можете написать мне вопросы в Facebook, я их могу прочитать с телефона, а также ответить. А, вот интересный вопрос. Мне в Facebook выслали с Facebook трансляции. Это вопрос про местные административные ресурсы, центральные. Хороший вопрос. То есть, действительно, бывает, что вы идете против мэра, допустим, определенного города, но центральная власть, в принципе, не за фальсификацией, никак ним не содействует. Но местный мэр, который там уже долго при власти, он использует другие методы административного ресурса. Что такое другие методы административного ресурса? Это, допустим, он заставляет бюджетников работать на него, то есть, ну, люди, которые там убирают улицы, которые работают в коммунальных предприятиях. Это тоже большая аудитория людей. Ну, их заставляют голосовать за мэра. И, кстати, обычно любой мэр, ну, к сожалению, это использует. Плюс мэр может организовывать какие-то системы подкупа или непрямого подкупа. Что такое непрямой подкуп? Это, ну, выдача перед выборами каких-то социальных программ с бюджета и так далее, и так далее. Тут есть несколько способов. Во-первых, вам нужны обязательно мобильные бригады, да, с фиксацией этих нарушений. И вам нужен доступ к центральной прессе, центральному телевидению. То есть, месседж как бы такой, что центральная власть, условно, президентом Иванов должен обратить внимание на вот такую, как бы, коррупцию, админресурс со стороны мэра Петрова против оппозиционных кандидатов. Второе, людям нужно напоминать, как бы, которые соглашаются работать, допустим, находясь на коммунальной службе, что агитация через них – это уголовное дело. Точно так же, в принципе, как и, ну, как бы, подкуп – это тоже уголовное дело. И когда ты людям напоминаешь о том, что, ну, как бы, просто когда они берут деньги прямо за голосование – это уголовное дело, а часть людей тоже, ну, кстати, от этого отказываются. Третья основа же, когда такие факторы привлекают внимание центральной прессы, это достаточно интересный сюжет, особенно, когда ваша группа, ну, зафиксировала какую-то конкретную раздачу денег или обход квартир, когда предлагают, там, так называемый социальный договор. Это когда избиратель его подписывает и потом с благотворительного фонда, как бы, ну, какие-то подарки выдает. Это снова же подтягивается международной прессой, все национальные прессы, потом международной, и, соответственно, часто этот мэр, ну, или теряет влияние, или, ну, ему прилетает вот центрального органа власти. Поэтому, да, хороший вопрос. То есть, действительно, админресурс, он иногда присутствует на центральном уровне в, ну, таких авторитарных государствах, но иногда и на местном уровне. На местном уровне с этим бороться, ну, достаточно просто. Так, еще вопрос тут в чате. Насколько сегодня трансформировалась политическая коррупция в системе выборов? То есть, можем ли мы взвешивать размер коррупции кэшем, или все-таки это электоральный ресурс? Оно не бывает одно без другого. То есть, если коррупционеры приходят к власти, то они обычно, ну, снова же, и берут взятки кэшем, да, то есть они коррупционеры по своей природе. И они обычно используют административный ресурс, потому что победить демократическими методами они не могут. И снова же я вам, как политконсультант, скажу, что человек, который склоняется к тому, что там действовать только подкупом, там на всех надавить, он никогда не будет действовать как бы там каким-то месседж, строение месседжа, убеждения людей, общения с людьми, и даже не будет ходить с людьми на прямые встречи, ну, где как бы люди будут прямые вопросы задавать. Поэтому, к сожалению, во всех странах, ну, скажем так, бывшего Советского Союза, да, ну, это в данном конфигурации агрессии государства террориста России некорректно, да, то есть страны Восточной Европы и Центральной Азии, к сожалению, еще не отошли от этих практик, но это все дело времени, и снова же, когда люди чувствуют первый раз, что они смогли победить этот админресурс или там, я не знаю, убрать Назарбаева, да, то они чувствуют силу, и потом это все становится демократичнее. Демократичнее, снова же, штаты строили свою систему более 300 лет, поэтому сравнивать демократию с 30-летним опытом и 300-летним опытом, это тоже не совсем корректно. Может ли доминировать админресурс больше, чем... Ну, если вы имеете... чем деньги? Если вы имеете в виду раздача денег избирателям или админресурс, то есть, условно, если обладатель админресурса борется с человеком, который раздает деньги избирателей, да, победит человек с админресурсом, потому что он через силовые органы просто закроет систему раздачи денег, ну, потому что это всегда незаконно. Но очень плохо, когда админресурс существует вместе с взятками к избирателям, то есть, к сожалению, это до сих пор работает, потому что люди, ну, все-таки в наших странах живут очень бедно, и часто там за 10-15 долларов или какой-то подарок избирателю люди идут и голосуют, поэтому, ну, это присутствует. Ну, снова же, особенно в городах, особенно если вы работаете в городе, ну, люди это не приемлят, есть уже средний класс, и они очень сильно активизируются в борьбу против и админресурса, и подкупа. Да, сейчас посмотрю, есть ли еще вопросы в Фейсбуке. Продолжение следует... А, да, еще вопрос, ну, как бы, что делать, если на вашем округе предприятия, на котором работает 50 тысяч человек, и они голосуют за одного, ну, как бы, ну, человека, который представляет предприятие. Ну, смотрите, во-первых, если на предприятии работает 50 тысяч человек, это не значит, что они все придут на выборы. То есть, снова же, если, ну, как бы, некоторые предприятия просто уже настолько сжились с этой коррупцией, да, что они вот прям под подпись, их бухгалтер всех вытягивает на выборы. Это очень плохая ситуация. Но это не все предприятия такое организовывают. Поэтому, если просто вы понимаете, что, ну, там, сотрудники этого предприятия, скорее всего, будут голосовать за собственника этого предприятия, хотя не факт, снова же, ну, не все сотрудники прям, как бы, любят собственника предприятия, обычно даже наоборот, то, ну, тут нужно считать наявку, и очень важно перед выборами тоже проводить фокус-группы, то есть исследования, понимать реальное отношение, как бы, к этому предприятию. Или, например, если вы понимаете, ну, 50 тысяч – это очень большое, если вы понимаете, что, допустим, 5 тысяч сотрудников предприятия будут под подпись приходить голосовать, то нужно, во-первых, делать большую информ-компанию, что вот давайте активизируемся в борьбе с таким админресурсом, подкупом, там, и давлением на сотрудников предприятия. Это уже остановит и усложнит, ну, вот эти все, как бы, голосования под подпись, да. И второе – это если вам для победы нужно, допустим, 25 тысяч избирателей, и у вашего конкурента есть только 5, а все остальные по результатам исследований вообще воспринимают это предприятие как ключевого, там, захрезнителя среды и вообще олигарха, который, ну, наживается на коррупции и вышел, как бы, в результате приватизации. Вот, поэтому, ну, как бы, здесь мы сразу делаем акцент, что и активизируем других избирателей, которые против. То есть получается, что, ну, есть, как бы, в городе и другие избиратели, и, в принципе, вполне возможно просто просчитать. Это все надо заранее просчитывать, а не на авось, да, результат, ну, как бы, результат этих выборов. Как это все просчитывать, как формировать стратегию, с какими группами вы работаете, можете послушать на канале Сигрупп. Там и в соцсетях Катерина Адарченко у меня есть лекция о стратегии, подробно о стратегии, о том, какой архетип выбрать, и, ну, поупражняться в этом. На нашей практике в поведении выборов нами наблюдалось, что все-таки Кэш на некоторых округах преобладал над админресурсом. Ну, да, Нурбек, смотрите, ну, раздать подкуп, это, к сожалению, сильный инструмент. Но если это сильный админресурс, то сильный админресурс побеждает подкуп. Если это слабый админресурс, ну, то есть какой-то мэр начинающий, то и грамотная система подкупа, там, с фиксацией, с социальными договорами, то система подкупа можем победить. Но, снова же, у меня есть практики, когда мы побеждали даже вот человека, который был губернатором, плюс раздавал деньги. У нас был меньше бюджет, пять раз меньше бюджета, тем не менее мы его победили, потому что мы правильно сформулировали месседж и активизировали нашего избирателя, плюс работали с центральной прессой. То есть это все возможно, каждая ситуация уникальная. Вот, и снова же, ну, я вам говорю, что люди, которые обычно коррупционеры, вот, или обладатели админресурса, они, ну, не самые там большие стратегии интеллектуалы. Поэтому, конечно, ну, как бы можно побеждать и то, и то. Есть разные конфигурации, но я вам сейчас, ну, как бы говорю о, как бы, тех методах, которые мы использовали и вот таких общих нарративах, как думать, как формировать свою стратегию, особенно сейчас, когда, ну, вы видите, в принципе, вот даже власть в Казахстане хочет показать, что она против таких административных методов, даже разрешила регистрацию новых политических партий, партий зеленых, партия республика. Здесь, ну, как бы, есть, как бы, ключевой такой месседж власти, что они будут реагировать на определенные подобные замечания, что они хотят изменить свой подход, имидж и так далее. Да, про месседж – это просто другая тема, это тема стратегии, тема месседжа, бокса, мы ее сегодня не успеем рассмотреть, но вы можете найти на YouTube-канале. Хорошо, друзья, спасибо большое. У нас из этой серии лекций осталось, по-моему, одна или два, две лекции. Сейчас проходят выборы в Болгарии, проходят выборы в Казахстане, поэтому буду рада ответить на ваши вопросы. Компания SIG Group также будет рада сотрудничать на контрактной основе с сознательными демократическими политическими силами. Вот. И у кого получится, жду вас в Вашингтоне 7-го числа на нашей международной встрече на тему коммуникаций Government Relations Lobbyism, который пройдет в Национальном пресс-клубе здесь, в Вашингтоне. Спасибо большое. Меня зовут Катерина Адарченко. И будем с вами на связи. Спасибо за ваши инициативы, внимание. И мы, я уверена, построим лучшее будущее для наших граждан, демократическое будущее, более богатое будущее с вами совместно. Хорошего дня. Вам хорошего вечера. А мне хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok